Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас буду продолжать говорить о поливах, потому что в первом видео, утром я когда снимала, я сказала, что поливы разные, в разных фазах. Если до цветения мы поливаем немножко, а вот во время цветения, сейчас у меня пышное цветение, плодообразование, наливание плодов, то количество воды должно быть больше, в три раза. Но как высчитать количество воды, если мы поливаем капельным поливом? Вот я первый год с капельным поливом, и я сейчас уже как немножко начала нарабатывать опыт использования капельного полива. У меня стоит 200-килограммовая бочка. Я поливала капельным поливом два раза всего, вот за тот период, когда высадила. И сейчас вот стоит у нас жара под 30 уже который день. Это не значит, что каждый день я буду поливать, нет. Вот я сейчас посмотрела, говорила, что утром проверяю, скручены они или нет. Я вот сейчас у нас обед, вот самая-самая жара. Даже в такую жару, видите, листья у них не скручены у томатов. И даже вот у тех, про которые я говорила, что они неженки такие, у них даже тоже листья не скручены. Конечно, им очень жарко, но это не значит, что я буду поливать их каждый день, нет. Вот про полив. Первый полив я когда делала, у меня растения еще были не цветущие. Я только что их высадила, молодая рассада с бутонами, с выдвинутыми была. Но цветущий был всего один кустик. Я считаю, если у нас норма примерно, ну там, ну это знаете норма, все рекомендовано, это так, все примерно. Но все равно, исходя из нормы, вот примерно 4 там литра на один квадрат. И если высчитать, вот что у меня на квадрате, например, 4 растения и даже больше, то им по 1 литру на 1, на маленького сеянца хватало. Когда я поливала молодые, я включала капельный полив. Половина бочки, когда уходила, я выключала, чтобы не переливать. Если у вас есть теплая, отстойная вода, это не важно. Не надо всю эту бочку спускать, но это я так думаю, не знаю, кто-то может быть любит как в усиленном режиме их поливать. Но капли опасны тем, что, как я поняла, что вся эта вода, она уходит туда вглубь и снаружи ее не видно. Мы иногда не контролируем норму полива. Сверху-то земля остается сухой и туда в грунт капли уходят глубоко. И томатам вроде бы уже достаточно, а мы не выключаем. И эта бочка, например, 200-килограммовая, 200-литровая. Она у всех почти такая, я вижу часто в 200-литровых. И она вся вытекает, вытекает и вытекает. Если у вас всего 60 растений, например, посажено в теплицу, то на первом этапе полную бочку за один раз это очень много воды. Или нужно реже тогда поливать. Вот я высчитала так, что я когда высадила их молодые, маленькие, через 10 дней после высадки я вылила пол бочки. Все, они у меня дальше начали расти. Но вот как быть сейчас, когда они очень цветут, сильно, буйно, вот все прям, они тут у меня так разрослись, расцвелись, все хотят дать по 100 томатиков на каждом кустике. У меня еще проблема в чем? У меня их тут много. У меня их на одном метре, наверное, не 4, а их больше я говорила, я уже не помню, сколько их тут, 142 штуки или 130. Но вы представьте, если они были молодые, им по литру, например, по одному литру на куст хватало 100 литров, пол бочки, то сейчас, когда полив нужно увеличить в 3 раза, вот им надо 3, 4 или даже 5 литров на один куст при редком поливе, вот умножьте 140 на, ну пусть даже на 4, это надо 300 литров. Это значит, что включив эту бочку через капельный полив, когда она вся выльется, им этого будет недостаточно. А мы, ну как некоторые, вот как думают, это огромная бочка, там 200 литров воды, мы включили этот капельный полив, все, полили теплицу и ушли на неделю, уехали. Мы считаем, что это много, но у них, еще раз повторю, хотя не любят люди, когда я повторяю, у них наливаются плоды, у них цветут цветы, им сейчас эта вода жизненно важна, и она нужна им в повышенных объемах. Одной бочки, вот мне на теплицу, мало, вот в этой фазе, когда они наливают плоды. Я вот последний раз поливала, ну второй раз, когда поливала, я одну бочку спустила, она была теплая, тут же открыла шланг, налила еще одну бочку полную, холодной воды, прямо из водопровода, ну со скважины, и спустила еще одну бочку, все. И вот так я подсчитала, что 400 литров воды на мои вот эти вот 140 кустов, которые все наливаются плодами, все цветут, это нормально, обильно, но редко. Я поливаю обильно, вот как и рекомендуется, обильно, но редко, потому что каждый день, ну во-первых, мне и так удобнее, и все это совпадает с рекомендациями специалистов. Я полила уже давно, вот больше недели назад, и сейчас я буду поливать в следующий раз, я обычно совмещаю с подкормками. Когда мне нужно будет подкормить чем-то, а мы знаем, что подкормки корневые, мы делаем только по влажному грунту, мне нужно будет грунт увлажнить вот этот, тогда я сделаю полив. Вот я рассказала, как я высчитываю, потому что с капельным поливом, вот с этими бочками, очень сложно контролировать, сколько воды утекает сюда в грунт, в наши томаты. И если вы полили, например, бочку, и считаете, что этого достаточно, а если у вас много кустов в теплице, возможно, этого недостаточно. Считайте их по головам, по кустам, сколько кустов на каждый куст прикидывайте, 4-5 литров, например, за один раз. Если вы нальете, то вы можете следующую неделю смело не поливать, потому что грунт вроде бы он сухой, но вот туда, если вглубь углубиться, он все-таки влажный, и видите, даже при 30-ти градусной жаре, вот такая жарища стоит, они чувствуют себя хорошо, и это еще один важный показатель, что влаги им хватает. Вот я один раз как полила, и много-много-много дней они пьют эту влагу, которая в большом количестве поступила туда. Ну не знаю, может быть, есть какие-то другие нормы про капельный полив. Ну как контролировать капельный полив, если из водопровода идет? У некоторых прям подключен к водопроводу. Это я не знаю, потому что никак не узнать, я вот сколько смотрела, она из капли уходит туда вниз, а вся вот эта земля-то остается, можно сказать, сухой, там небольшое влажное пятнышко. Как узнать, сколько из водопровода получила растение воды? Не знаю. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, рассказывала, как я высчитываю, сколько через капельный полив дать томатам до цветения, и сколько сейчас, когда у них буйное цветение, плодообразование, налив плодов. Конечно, им нужно пить побольше. Но заливать, еще раз говорю, все-таки их не стоит, нужно один раз хорошенько их полить, им надолго хватит.